Прямо сейчас в США в начале января не успел закончиться Новый год и праздники стартует выставка в Лас-Вегасе, которая называется CES Consumer Electronics Show Как бы выставка потребительской электроники, в которой каждый год показывают некие причудливые технологии которые обычно не попадают на прилавки магазинов вообще Но этот год оказался исключением, потому что огромное количество компаний соизволило показать действительно неплохие и интересные продукты Давайте сегодня говорить про самые крутые гаджеты с выставки CES, которые там покажут, которые там ожидаются Если немного углубиться в историю, то именно в рамках этого мероприятия были представлены огромное количество технических продуктов за всю историю таких как видеокамера, CD, DVD-диски, множество комплектующих для ПК к примеру, видеокарты, процессоры, звуковые карты, жесткие диски и прочие штуки Сразу на что хочу обратить внимание, это новый гаджет от компании ASUS который называется Mothership 17 Это очень причудливое устройство, которое напоминает вообще со стороны планшет Microsoft Surface То есть это отдельный планшет, к которому подсоединяется клавиатура и мышка Но это игровое решение на 17 дюймов Просто какой-то невероятный монстр На самом деле это удивительный 5-килограммовый моноблок, у которого не так много аналогов Но ребята из ASUS называют его революционным переосмыслением игрового ноутбука Призванного выступить с заменой настольному ПК Получится у них это или нет, загадывать не будем, но о характеристиках, конечно же, расскажем В этом моноблоке выступает процессор Intel Core i9-8950HK с видеокартой RTX 2080 Оперативки здесь 64 ГБ для хранения будут использоваться до 3 SSD формата M.2 Дисплей имеет разрешение Full HD и поддерживает частоту 144 Гц Интересно, что комплектная клавиатура может прикрывать дисплей и использоваться как часть корпуса При необходимости может отключаться и использоваться как беспроводная Клавиатура оснащена уже привычным для серии ROG спаренным тачпэдом Который по нажатию одной клавиши превращается в сенсорный нампэд Продажа этого устройства появится уже в первом квартале 2019 года Про цену вообще ничего не говорят И мне даже страшно подумать, сколько он может стоить Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько такая конфигурация и такой форм-фактор устройства может в принципе стоить Я думаю, что начальный ценник будет где-то от 3,5 тысяч долларов в какой-нибудь самой минимальной конфигурации Компания Acer уже который год выставляется на выставке CES И там показывает довольно примечательные устройства В этот раз она удивляла публику своими хромбуками Это та операционная система, которая у нас особо не прижилась Но я напомню, что Chrome OS очень популярна в США Особенно потому, что большое количество учебных заведений переводится, вернее, даже уже перевелось массово на эту операционную систему Это Acer Chromebook 15 Интерес к устройству обусловлен новым процессором от AMD, который удешевил устройство на 120 баксов Аналогичный Chromebook на базе процессора Intel стоит 400 долларов Начальная стоимость Chromebook 315 с чипами AMD A и интегрированной графикой Radeon начинается от 280 долларов AMD официально заявили о существенном превосходстве в задачах с использованием GPU и равенстве в задачах с CPU Причем по техническим характеристикам это довольно скромное устройство Он оснащается процессором либо же AMD A4, либо AMD A6 У него 8 гигабайт оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной памяти В принципе, для Chrome OS это нормальные показатели Дисплей у этого Chromebook 15,6 дюймов с IPS-панелью и разрешением Full HD Будет доступна модель с поддержкой сенсорного ввода Старт продаж в феврале на территории США и апрель для Европы Самым важным событием в CES для геймеров стал, конечно же, анонс видеокарты RTX 2060 Это доступная игровая видеокарта, которая, если говорить в двух словах, просто является максимально доступным решением По сравнению с ранее представленными 2070 и 2080 NVIDIA утверждает, что 2060 будет в два раза производительнее, чем старое поколение видеокарт 1060 И даже местами производительнее, чем 1070 Я бы сейчас мог начать перечитать все технические характеристики видеокарты, количество ядер Но мы же с вами взрослые и разумные люди Просто скажу, что цена будет 350 долларов и все мы очень ждем в продаже эту видеокарту Потому что это хорошее подспорье, ведь эта видяха быстрее, чем 1060 А стоит теоретически дешевле, чем 1060 Друзья, это было первое видео с выставки CES Наш, как бы, такой вот удаленный отчет, чтобы рассказывать вам, что происходит интересного на этой выставке Я думаю, мы сделаем еще несколько видосов, потому что там показывают весьма еще необычные гаджеты Которые стоят отдельного видео Мы так его и назовем Самые странные гаджеты выставки CES 2019 К примеру, про кольцо, компьютерную мышь Либо же про умный унитаз Почему бы и нет? Соберем фановую информацию Была даже прикольная штука Пресс-конференция геймеров, которые играют голышом Была такая тема, если это голые люди с джойстиками шпилят Зачем, непонятно Но, думаю, стоит собрать об этом выпуск Если вам понравилась идея, поставьте лайк этому видео С вами был Иван Лучков С первым видео на канале Алло после новогодних праздников До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok